С добрым утром! 23 мая. Давайте посмотрим, что готовит рынок Форекс нам на сегодня. Итак, евро-доллар в цели вчера. Среднесрочный мы достигли. Если говорить о том, что тренд чаще продолжается, чем заканчивается, мы имеем полное право строить новые цели наверху. Это будет новая золотая ДКЗ и новая НКЗ. Это котировки среднесрочных первых целей. 1.13.39, 1.14.39. Откуда мы будем искать покупки? Образовался новый Хай, от него имеем полное право построить новую область самых выгодных цен на покупку. Котировки четвертинки 1.12.13 и половинка 1.11.63. На что обращаем здесь внимание? Если инструмент достигнет этих зон, соответственно, мы ищем наши точки входа на покупку. Тест 1.4. И покупаем с целями наверх. Либо тест 1.2. Но при тесте 1.2. Второй мы обращаем внимание вот на этот минимум, перебитие которого нежелательно для нас, если мы хотим этот инструмент покупать. Что здесь немножко интересного, немножко напрягает. Да, если вот на этом росте у нас объемы самые главные внутридневные появлялись чаще всего за пределами зон. Чаще это было именно после того, как мы пробили и закрепили зону, то вчерашний день поторговал большое количество объемов именно внутри зоны. Это говорит о том, что здесь было выставлено, скорее всего, большое количество лимитных ордеров вот этих продавцов. На зонах, при тесте зон, если у нас не произошло закрытие за ними, вероятность разворота очень высокая. Поэтому смотрим здесь, если все-таки паттерн рисуется, входим в покупки. Если мы пробиваем вот этот минимум, вероятность того, что мы пойдем вниз, очень высока. Внутри дня работаем только вверх. По сантименту, что нам показывает евро-бола, огромное большое скопление стопов у нас вот за этим хаем. Поэтому перебитие этого хая я, в принципе, допускаю сегодня. Поэтому мы можем, извиняюсь, можем его перебить и назад откатить. То есть ложным пробитием откатить назад, тогда мы немножко перестроим вот эти зоны. Но, тем не менее, и толпа у нас показывает, что она находится в основном своем в покупках. И стопы сверху есть, и зоны у нас за покупки. Итоговое резюме только покупаем. Фунт-доллар. Вчера зашел в покупки. Вот он паттерн. Пока находимся в небольшом убытке. Там буквально 3-5 пунктов. Будем смотреть. Стоп на коробке спрятал сюда. Первые цели обновления хая. Дальние цели. Это наша зона. Ничего по фунту не поменялось. Сильно углубляться в него не будем. Единственное, посмотрим сантимент. Может быть здесь что-то поменялось. Нет. В основном все так же. 60-60. Да. В основном толпа сидит в продаже. Стопы какое-то. Так. У нас вот снизу появились неплохое скопление стопов. Находится вот под этими минимумами 22 мая. Да. Скорее всего мой стоп заберет. Возможно все это движение будет выглядеть как-то. Вот эта последняя волна будет вот таким образом выглядеть. Коррекционной. Но тем не менее рост у нас. Мы считаем что инструмент будет расти. Пока вот этот минимум не перебьется. Работаем только в лонг. Далее. Ауди. Ауди доллар. Также вчера мы достигли первых среднесрочных целей. Здесь обязаны были фиксировать большую часть. Я обычно фиксирую практически весь свой объем. Зафиксировали. Далее. Новый хайф в режиме реального времени может еще обновиться. Но тем не менее от него уже имеем право построить зоны. Сейчас в режиме реального времени котировки 1.4 это 0.74.65. 1.2 это 0.74.278. Цели среднесрочные. Золотая ДКЗ 0.75.539. Это первая среднесрочная цель. И вторая 0.76.289. Что мы здесь ищем? На что обращаем внимание? На этот минимум я скорее всего внимания обращать не буду. Но скажем так вот это уже более опасно. То есть расторговку от 1.4 мы принимаем без всякого опасения. Внутри области самых выгодных цен на покупку точно так же ищем по терм спокойно. Но если это произойдет на 1.4, на 1.2, все равно ищу покупки, но риски уменьшаю. 0.25, 0.5, там как уже каждый смотрит сам по своему депозиту. Что нам показывает сантимент по этому инструменту? Так. Спорная ситуация. Где-то больше покупателей, где-то больше продавцов. Уанда в основном сидят покупатели. Поэтому покупать не рекомендуется. Рекомендуется продавать. Ситуация спорная. Да, но по крайней мере у нас нет четкого запрета ни на покупки, ни на продажи. Поэтому пока мы смотрим на этот инструмент просто как вспомогательный, дополнительный. Есть хорошее скопление лимитных ордеров у нас по котировкам 0.7472. 0.7472 и также 0.7424. То есть вероятность того, что мы все-таки сюда придем и отскочим от этих лимитов очень высока. Резюме long. Отсюда работаем нормальными объемами. Где-то здесь, если ниже упустимся, объемы желательно делать меньше. Новозеландец наконец-то долгожданно выскочил из всего вот этого диапазона. Выскочил хорошо с пробитием зоны, с закреплением за зоны. Итого у нас считаем, что среднесрочная тенденция идет в long. Новые среднесрочные цели у нас это котировки золотой ДКЗ 0.70275. Цена уже практически ее протестировала. Поэтому следующие котировки это 0.70975. Это следующие среднесрочные цели. Хай может еще не раз обновиться. Но если не обновляется, то зона, откуда мы имеем право покупать, это 0.6987 четвертинка 0.96526. Это половинка. Явных КМов здесь никаких нет, которые бы нас могли спугнуть. Но обращаем внимание на то, что реально хай может обновиться. Поэтому от хая до четвертинки будет 385 пунктов, до половинки 770 пунктов. Если кто может, в режиме реального времени, просто от хая самостоятельно перетягивайте эти зоны. У кого нету еще этого индикатора. Так, что нам показывает сантимент? По зонам мы смотрим только покупки. По сантименту в принципе тоже в основном, я так понимаю, толпа сидит в продажах. Да нет, тоже ситуация непонятная. Ситуация ровная. Толком ничего мы отсюда увидеть не можем. Явных стопов мы не видим. Мы видим лимитки, которые нас могут встретить. Ну вот сейчас мы находимся в таком достаточно большом процентном соотношении ко всем позициям лимитных ордеров. Ну и самый всплеск это по котировкам 0.70957. У нас там наверное 0.70 нет. У нас здесь вот стоит как раз таки наша зона. Вероятность достижения этой зоны очень высока. Можем конечно и без коррекции просто сейчас дойти сюда и тогда вход будет без нас. Но те, кто входили вот здесь в пятницу по внутридневному плану, я говорю, что мы рассматриваем только покупки внутри дня. Те, кто позицию держит и здесь не зафиксировались, частично можете фиксировать здесь и даже оставлять до вот этой нашей зоны. Все, канадец достигли вчера золотой ДКЗ. Закрытие у нас было опять же выше. Это очень опасно. Но тем не менее есть хороший КМ. Есть немного такой второстепенный КМ, от которого мы можем развернуться. Перебитие которых. Среднесрочная тенденция у нас все равно пока в шорт. Достигнув эти цели, мы пытаемся работать к этим целям. Котировки недельной контрольной зоны, то есть новая цель 1.3404. Конечно желательно идти к нашим целям внизу, продавать с текущих, но это невыгодно. Продавать на лаях это глупо, поэтому нам желательно коррекция. Давайте все-таки вот на этот КМ внимание не обращать. Перебой вот этого пока не допускаем. Если где-то с текущих четвертиночку протестировали, вот здесь пытаемся найти точку входа на продажу. Вот это не допускается. Еще раз повторяю. Что нам показывает сантимент? Сантимент по канадцу у нас тоже в принципе выровнен. Но хотя большинство, смотрите, большинство-то у нас сидят в продажах. Показывает покупать инструмент. А где у нас они набрались получается? У нас большинство сидит в продажах. Неужели это вот эти все еще сидят? Ну, значит ситуация спорная. Ситуация спорная. Лично для себя я этот инструмент на сегодня пропущу. Сильно уже и так завалились. Да, входы у нас были только вот здесь. Мы смотрели по М5, М15. Можно было найти вот здесь вход. Четко голова-плечи здесь была. Ложный пробой вернее. Но сейчас достаточно рискованно продавать уже на самых лоях всего вот этого сколько раз? Два, три, четыре недели. Ну, месяц практически мы валимся. Необходимо посмотреть, подождаться может быть какой-то проторговки, хорошей коррекции. И уже потом пойдем может быть вниз. На сегодня этот инструмент не рекомендую. Сам буду пропускать. Иена. Ну, вчера уже говорил, что вот эту проторговочку мы ждем. Повторюсь, среднесрочно работаем в шорт. Вот к этим целям. Котировки этих целей у нас 109.85. Ожидал пробоя всей вот этой проторговки. В принципе, раз. Сложно так как-то пробили или вернулись. Два. Совсем чуть-чуть выскочили. Мне эти пробития не нравятся. Я буду ждать более глубокого, явного пробития. Закрепление где-то вот за всей этой проторговкой. И на ретесте уже буду пытаться шартовать со стопом, естественно, за всю эту проторговку. Внутри дня, после вот такого флетового движения, считаю, что мы можем спокойно и 10 пунктов, и 15, и 20, все там выбить, выскочить. Ну, не актуально. Ставить куда-то сюда стопы. Если не пользоваться дополнительными какими-то инструментами. То есть, может быть, нам показывает что-то рынок фьючерсов здесь. Может быть, необходимо смотреть. Если чисто по зонам и по технике, стоп ставим сюда. Первая цель – обновление минимума, вторая цель – это зона. Что нам показывает толпа? Куда она сидит? Куда она смотрит? Так, нейтральное опять положение. В принципе, толпа не определяется. Помощи мы пока от этого не видим. Но и запретов торговать в шорт мы здесь не наблюдаем. Какого-то явного скопления стоп-лоссов мы не видим. Хотя, вот самые максимум стопы – это у нас вот за этим хаем. Также то, о чем говорил. Вероятность ложного пробития вот этих хаем вполне допустима. Спокойно можем сходить вот так. Нарисовать вот такую коррекционную модель. Вот это все будет коррекция вот к этому импульсу на движение вниз. Перебить вот эти хаи, то есть забрать все эти стопы. Тогда уже тут нарисуем ложный пробой какой-то на мелком тайме. И отсюда с более выгодными ценами продаем резюме. О покупках не думаем. Ищем только точки входа на продажу. Далее швейцарец. Швейцарец. Тенденция среднесрочного у нас также идет все в шорт. Здесь мы немножко не докатились до зоны. Поэтому зоны я убрал. Новый лой. Новые зоны. Котировки этих новых зон. Четвертинка 0.97.50. Половинка 0.98.09. К половинке поход не допуская. Работаем, если работаем, то только от четвертинки. Очень с коротким стопом. Очень мелким лотом. Вот этот хай предел. Что здесь? На что стоит обратить внимание? Уже второй день закрытия. Вот в этой зоне. Говорил не единожды. Это одна из самых сильных зон. То есть здесь сидят усредненные игроки. Крупные. С плечом один к одному. Те, которые покупали здесь. Те, которые покупали здесь. Их маржин кол находится вот здесь. И своими объемами они пытаются лимитками выдвинуть цену назад. Не дать закрыться ниже. И возможно они окажутся все-таки достаточно сильными. И именно это и произойдет. Нарисуем вот такой паттерн. И уже возможно будем работать вверх. Ну, пока у нас тенденция среднесрочная в шорт. Поэтому о лонгах не думаем. Если вот такое произойдет, будем смотреть, где подцепиться к этому лонговому движению. Пока цели у нас внизу. Работаем только вниз. Что нам показывает сантимент? Сантимент нам показывает, что все сидят в покупках. Набрались здесь покупатели. Показывает о том, что необходимо продавать. Напрягает. Единственное то, что вот этот месячный АТР мы прошли. Вероятность возврата сюда составляет более 90% до конца текущего месяца. Поэтому сильно мы не расслабляемся. Не ждем такого резкого куда-то дальнейшего падения. Уже достаточно. Упал инструмент. На лоях продавать глупо. Говорю, необходимо хорошая коррекция. Смотрим. Скорее всего на сегодняшний день этот инструмент также буду пропускать. Ну, максимум, что смогу себе позволить. Мелким лотом вот здесь попытаться войти со стопиком вот за этот хайк. Но сделка очень опасная. Сек. Лаи новые. Не дает зайти больше в позицию сек. Цели у нас прежние. Здесь, что нравится, хорошее закрепление ниже вот этой зоны. Вероятность достижения теперь вот этой зоны у нас составляет порядка 75-80%. Желательно сюда прийти опять же через коррекцию. Наблюдаем здесь вот такой какой-то локальный максимум. Перебитие которого мы не допускаем для поиска точки входа на продажу. Поэтому от 1,4 работаем вот таким образом. Единственный вариант на сегодня, который мы видим. Если пойдем вверх, где-то здесь. Ну, лично я для себя буду пропускать. Мне вот эти вот хайки совсем не нравятся, которые у нас образовывались именно в зоне. Резюмой работаем только от 1,4 работаем только вниз. Ну, конечно, может и так пойти завалиться. Но это торговля глупая. Продавать на самых фаях не актуально. Евро фунт. Достигли золотой ДКЗ и опять закрытие было четко в зоне. Среднесрочно так же пока стараемся работать в лонг. Но так как у нас не явное закрытие за зоной, а в зоне. Поэтому если и покупаем, то покупаем с умеренными рисками. Откуда? Соответственно, от 1,4. От 1,2. Перебитие вот этих минимумов не допускается для нас. Цели сверху новые. 0,8744. Котировки 1,4. 0,8612. 1,2. 0,8559. По этому инструменту все. Евро иена. Как бы я не хотел прицепиться вот к этому движению вниз. То есть планировал, что мы пойдем вниз. Но точки входа нам здесь никакой вниз инструмент не дал. Ну и сейчас смотрю, что вроде бы и хорошо, что не дал. У нас произошло вчера закрепление выше вот этой зоны 1,2. Среднесрочно поэтому тенденция у нас меняется на лонговую. Импульс, коррекция, импульс. Работаем так. Ну и по старшему таймфрейму это импульс, коррекция, импульс. Продолжаем работать по тренду старшего периода. Вот это закрытие оказалось ложным. Вероятность недохода до цели у нас есть 20-25%. Здесь это и произошло. Цели покупок. 126-346. Первая среднесрочная цель. Внутри дня первая цель это обновление вот этих хаев. Возможно обновление вот этих хаев. Четвертинка. 124-36. Половинка. 123-38. То есть вот такой вариант работы. Вот такой вариант работы нас устроит. Но мне не нравится вот этот лой. Поэтому для себя лично этот инструмент либо пропущу, либо если у нас найдется паттерн до обновления вот этого лой. Может быть мы сейчас опять хаи немножко обновим. Тогда звонки сдвинутся. И у нас более повыше будет четвертинка. И здесь более приятная точка входа будет на покупку. Пока смотрим однозначно только работаем в лонг. Что нам сантимент по этому инструменту показывает. В основном все сидят в продаже. Сантимент показывает только покупать. Что у нас может здесь остановить. Значит явных стопов нет. Ну самое максимальное скопление понятно за этими хаями. Но и лимиток здесь достаточно большое скопление. Ну только покупаем. То есть есть четкий запрет у нас на продажу пока по этим данным. Резюме покупаем. Фонд, иена. Так, здесь среднесрочно работаем в шорт, импульс, коррекция, импульс. Первые среднесрочные цели. Это наша зона внутри дня. Цели это обновление вот этих минимумов. Паттерн. Паттерн был. Паттерн. Вот он. Вот здесь необходимо было продавать. Кто продает. Я себе для подтверждения жду все-таки закрытия ниже вот этой вот виртуальной такой четвертиночки. Если мы здесь закроемся, я постараюсь на откате подцепиться к этому входу. Но пока для меня это опасно. Говорю уже не раз почему. Вот такое закрытие в 70-80% случаях мы как минимум обновляем вот этот хай. Как максимум можем достигнуть зоны. Поэтому вся эта коррекция может быть вот такую форму у нас примет. И тогда вот здесь, если появится нужный мне паттерн, я уже на всю котлету буду заливаться. Опять же, здесь есть вот такой хай. То есть, наверное, чуть пониже, если появится. Сейчас очень опасно. Лично для себя пропускаю, но рекомендации, среднесрочные рекомендации именно в шорт. Внутри дня, конечно, можем сходить вверх и обновить вот этот хай. Но ищем точку входа на продажу. Что нам показывает сантимент? Фунт иена нам показывает... Я так понимаю, что ситуация, да, более-менее ситуация выровнена. Но в основном толпа сидит как бы в продаже. Особенно на крупных брокерах. Поэтому говорит покупать. Да, нам этот инструмент говорит покупать. Итого делаем резюме. То есть, не то, чтобы покупать. Запрещает продавать для меня. Это то, как я лично отношусь к этим данным. Раз этот инструмент запрещает продавать, а эти инструменты нам запрещают покупать. Вывод однозначный. Внутри дня, на сегодня, лично я пропускаю торговлю по этому инструменту. Евро-Ауди. Среднесрочная тенденция лонг. Работаем в лонг. Вот здесь точка входа была вчера у меня. Позиция небольшим объемом висит. До первой цели буквально 2-3 пункта не дошли. Обидно бывает, но... Стоп как стоял, так и стоит. Наверное, да. Сейчас я в режиме реального времени перенесу кого сюда. Стоп. Перенесу. То есть, здесь был риск у меня 0,5. Будет буквально 0,1%. Ничего страшного. Если зацепит, выбьет. Но опасен. Вот такой вот поход вниз. Такое вот движение. Импульс, коррекция. Импульс. Будем смотреть. Но кто в новые позиции входить, не рекомендую. Старые позиции необходимо пока держать. Из нее выскакивать глупо. Среднесрочная первая цель. Это золотая ДКЗ 1,5154. Сантимент Евро Ауди. Что нам гласит? Сантимент нам гласит о том, что необходимо покупать. В основном все сидят в продажах. Необходимо покупать. По крайней мере запрещает продавать. Стопы. Стопы. Явные стопы у нас вот за этими хаями. То есть, если мы протестируем эти области, вероятность того, что взлетим и полетим вверх на 10, 20, 15 пунктов очень актуальна. Да. Есть лимиточки у нас. Вот здесь скопление лимиток. Но мы и не допускаем для покупок похода цены вниз туда. Поэтому на них внимания не обращаем. Ждем где-то. Ну, в общем, новых позиций не открываем. Держим только старые позиции. Аудиена. Здесь тоже у нас вчерашний один из сценариев вспоминаем. То есть, я говорю, если мы вот эту точку перебиваем, либо вот эти точки хотя бы перебиваем, то мы можем постараться искать точки входа в продолжение вот этого движения вниз и пытаться продать. Этого не произошло. Точки входа вниз нам не дало. И сегодня, к тому же, произошло закрепление выше одной второй. Теперь среднесрочный у нас вот это импульс. Все, что идет вниз, коррекция, импульс. Зоны, зоны. Тут спорный момент. Объясню почему. По правилу, зоны мы строим вот хаев. Вот у нас был хай. Но я построил вот отсюда. Да? По идее, надо было отсюда. И тогда мы уже как бы были в этой области самых выгодных цен на покупку. Но тогда мы покупать не имели права. Лучше дождаться прояснения ситуации по этому инструменту. Лучше дождаться обновления вот этих хаев. Отсюда построятся новые зоны. И вот из них тогда мы смело уже будем искать покупку. Сейчас по зонам я не могу дать однозначного резюме, откуда покупать. Но среднесрочно работаем именно в лонг. Сантимент по аудиену у нас показывает... Ага, показывает, что все сидят в покупках. В основном толпа и необходимо продавать. Опять же, видите, ситуация. Один инструмент показывает нам за продажи. Другой показывает за покупки. Два разно направленных движения. Ну его нафиг. Такие инструменты лучше пропускать на три дня. Смотрим дальше. Золото. Не пошло золото по моему сценарию. То есть среднесрочно у меня было только лонг. Импульс, коррекция, импульс. Но я же ожидал еще вот этого обновления. Вот этих минимумов. И хотел найти точку входа где-то здесь пониже. Мы предполагаем, цена располагает. Не дали нам того, что мы ожидали. И пошли выше. Новых точек входа никаких не вижу. Да и старых точек входа. Ну разве что кто-то вот здесь вот по такому паттерну попытался залезть. Тогда, конечно, молодец. Необходимо сделку держать. До первой цели совсем недалеко. Но среднесрочно работаем только в лонг. И первые среднесрочные цели. Золотая зона 12.77.20. Сантимент по этому инструменту всегда спорный. Ну давайте его глянем. Говорит продавать. Все сидят в покупках. Но здесь очень мало брокеров. То есть в основном торговля золотом происходит у нас не на Форексе. А реально на бирже. Поэтому сильному внимания здесь не обращаем на это. Спорная ситуация. Опять же говорю. Вход здесь пропустили. Новые входы искать поздно. Поэтому просто сидим ждем. Ну и последняя нефть. Нефть сейчас находится в области самых выгодных цен на покупку. Есть какой-то КМ. Если перебиваем этот КМ, работаем дальше вверх. Первая среднесрочная цель 54.46. С коротким стопом можно постараться сработать 1 к 2, 1 к 3 как минимум. Все. На сегодня заканчиваем. С каждым днем что-то у нас все дольше и дольше. Пытаюсь более подробно рассказывать. Надо как-то немножко укорачивать эти видео. Всем удачной торговли. Всем кто был. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok